Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе солнечное утро. В студии Радио Болтком программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И у нас сегодня в студии. Я давно планировала эту встречу, но сейчас хороший повод. Элита Клявини, актриса Нового Рижского театра. А уже несколько лет как, в общем, известный документальный режиссер. Режиссер документального кино. Первый фильм «Заряна Храбре». Правильно? Да. По-русски, если правильно говорить. Этому фильму уже 4 года. Вы его не считали. Ну, 3,5 точно. Точно, да. И он еще успел ведь пройти по многим фестивалям до вот ковидных вот этих всех ограничений. Поэтому я так и думаю, что где-то 3,5 год. И сейчас вышел второй фильм. Он закрывал программу фестиваля «Арт-дог-фест» в Риге. Этот фильм называется «Сестры Ильгу Цеймса». Английское название какое-то другое, по-моему, да? И этот фильм ты делала уже тоже 2,5 больше года, да? 3 года, наверное, как раз. Ну, был такой добрый день. Во-первых. Действительно. Такой солнечный день. Приятно здесь находиться. Спасибо за приглашение. Я фильм «Сестры Ильгу Цеймса» делала, ну, так это сняла в одном промежутке ковида. Успела зайти в тюрьму на 2 месяца. И тогда мы отсняли, а потом, ну, работали над монтажом, над обработкой. Это все было действительно, ну, 2,5 года. А в Беретеме еще был такой процесс, когда я готовилась. Я расскажу тем, кто нас слушает, почему в программе о театре мы начинаем говорить о документальном кино. Ну, потому что могут спросить, почему. Фильм «Сестры Ильгу Цеймса» рассказывает о судьбах нескольких женщин, которые находятся в тюрьме, в женской тюрьме в Ильгу Цеймсе. И по каким причинам они там оказались, как они это сейчас, по прошествии лет рассказывают о том, что с ними случилось. Но для того, чтобы этот сюжет у тебя получился естественно, как я понимаю, да, ты придумала сделать спектакль в тюрьме с этими своими героинями, и ты поставила Чехова «Три сестры». И это был показ этого спектакля в актовом зале в Ильгу Цеймсе, в женской тюрьме, где собрались все, кто там находится, все и заключенные, и охранники смотрели. На сцене было четыре женщины, которые играли женские роли, которые находились в тот момент в заключении, и несколько профессиональных актеров, твои коллеги из Нового Рижского театра. Да, было-было такое. И мне повезло, меня пригласили, я видела этот спектакль, но мы договорились, что мы не будем о нем говорить заранее, тогда, когда я его видела, потому что я уже тогда очень хотела с тобой об этом поговорить, что мы дождемся фильма, и потом уже тогда это все обсудим. Вот это такой двойной опыт режиссерский, с одной стороны театр в тюрьме, и с другой стороны фильм про это, как это делалось, как это собиралось, и про тех героинь, с которыми ты работала. Скажи, пожалуйста, почему «Три сестры», почему и эти героини на этих «Трех сестер», как ты долго их искала там среди заключенных? Ну, во-первых, я начала ходить в тюрьму как преподаватель актерского мастерства. У них есть программа социализации Мириама, которую руководит капеллан Роди Телосен, такая отважная женщина, которая действительно инвитирует женщин там с культурой. И там есть кружок театральный такой раз в неделю, там по часу, так. Там есть тоже такие добровольные люди, которые уходят и это делают. Ну и вот я как-то напросилась тоже быть преподавателем там. Ну я уже начала присматриваться, нет ли материала для фильма, если честно. Ну конечно. Но в начале было трудно определить, потому что казалось, что среда настолько такая регламентированная, что всё там по плану, всё там никакой свободы творческой, ну и женщины закрыты. И просто это казалось невозможным. Но как-то один момент я решила, что будет фильм. И откуда вот эти три сёстры? Ну, во-первых, они там были, какие-то пять женщин, которые вот эти три мои главные героини там и были в этом кружке тогда. И я увидела, что там есть какие-то определённые черты характера, которые как бы я увидела, что могут быть три сёстры. Но, конечно, три сёстры – это же самый, можно сказать, один из сложнейших материалов для профессиональных аккутёров. Но всё равно мы рискнули, и я очень много с ними работала. И как бы я говорила, что я делала фильм, но на самом деле я огромное время проводила именно делая этот спектакль. Это было, с одной стороны, как такой спасательная лодка, когда нас вообще не пускали. Ну, нам надо было договариваться, когда будет съёмки и так далее. И очень редко, ну, не редко, но вообще там пару раз в неделю можно было, чтобы по тюрьме ходили. А так мы с домом ходили в Дом культуры. Вот это актовый зал, да? Актовый зал. Там нас под ключ запирали, и мы репетировали. Ну, это тоже надо было добиваться, так как женщины там и работают в цеху и так далее. Надо было всё бы отпроситься, чтобы они могли заниматься театром и так далее. Ну, значит, да, мы делали спектакль «Три сёстры». И почему «Три сёстры»? Ну да, три женских ролей, каких не так уж много. И то, что я подумала, что Чехов написал эти «Три сёстры», ну, как бы, это одна судьба. Три женщины, но одна судьба. Потому что они... У них общее прошлое, и как бы они стремятся к обшему будущему. И настоящее тоже, они не счастливы. Они, вообще-то, они жертвы, жертвы обстоятельств. Обстоятельств того, что вот их отец их забросил в этот провинциальный город. А брат, вообще, они надеются на Андрея, на брата, чтобы он вывозил их оттуда. Они самые какие-то пассивные и несчастливые. И, ну, в каком-то мере, вот это всё, мне казалось, совпадает с ситуацией этих женщин, которые в тюрьме. Потому что их судьбы тоже были определены большим образом не им самим, а обстоятельствами семьи, среды, общества, в котором они живут. Ну, это такое, я про это не говорила, но я подразумевала, когда я это делала. Но в фильме это видно, что каждая из них вдруг проявляется в какой-то момент совершенно необычным образом. Они безумно красивые в какой-то момент становятся. Все три героини. Ну, просто смотришь и думаешь, какие прекрасные лица женщины. Ну, да, ну, вот Чехов как-то открывает в людях это самое, ну... То, что там глубоко-глубоко, да. Все эти глубокие ценности, которые, ну, действительно там есть. Ну, я очень люблю пьесы Чехова, очень. И скажи, пожалуйста, ведь это было, наверное, очень непросто, то, что они работали с профессиональными актёрами, мужчинами. Ну, я не просто... Как доверие вот это там. Вот я видела, вы делали эти актёрские упражнения на доверие, когда кто-то кого-то ведёт с закрытыми глазами, кто-то падает. Ну, надо было как-то, ну, познакомиться как-то впервые, чтобы как-то... Да, ну, мы на это уделяли время, и... Но всё-таки они очень хотели этого. Но это, конечно, огромное событие такое, что вот приходит, можно сказать, целая труппа актёров, и будут с ними. Они же даже были в меньшинстве, чем мужчины, актёры, мужские роли. И, ну, конечно, для них это было такое очень-очень повышенное время, такое состояние, которое тоже помогло. Ну, вот то, что ты говоришь, они сияли, они были красивые, это же изнутри всё происходило. Но самое удивительное было, что и актёры профессиональные, я не знаю, что они думали до того, когда они согласились, но я видела, что просто такой интерес, такое внимание, и вообще, ну, как-то я своих коллег, можно сказать, увидела тоже каком-то новом. Иначе, да? Ну, как-то мы очень в профессиональном театре, мы всё-таки очень полагаемся на этот профессионализм, профессионализм, но иногда там как-то вот это человеческое сияние между друг другом пропадает, а там оно было очевидно, и, ну, да, я думаю, потому что они видели, что женщины могут играть, ну, тюремные заключённые женщины, они же играли, ну, не с позиции профессионализма, а... От души. От души, ну, то, что вот эти монологи, которые они могли отдать только так много, что было в них, ну, насколько они почувствовали, и это такое, можно сказать, не примитивное, а такая, ну, исходная позиция, из чего актёр должен уже, ну, делать всё. Ну, конечно, я тоже могу сказать, что много репетировала с ними, работала индивидуально, ну, то есть не только так, чтобы всё вместе, можно сказать, они уже были подготовлены, когда пришли. Но это же и дало тебе, тоже, дало вам определённую степень доверия для твоего фильма. Обязательно, да. Когда ты с ними работала постоянно, вот, разговаривала, там, о героиних, Ирине, Маше, Ольге, да, и вы, наверное, обсуждали их характеры, героинь. Ну, конечно, конечно. И таким образом они начинали тебе про себя рассказывать, конечно. Ну, конечно. Ну, то, что было, если бы не был, думала, этот спектакль, ну, этот фильм тоже не удался бы, я так считаю. И какие-то моменты я тоже подумала, ну, может, думаю, мне же фильм, фильм надо, фильм, а я ещё уже... А ты уже всё потратила на спектр, на театр. Нет, ну, главное, ну, время-то, когда нас спускают, она очень лимит, там есть. Ну, нет, ну, оказалось, что спектакль, мы как-то видели в фильме, мало, ну, мало по времени, но это время нужно было, чтобы вот те моменты, которые фильмы, вот их жизненные рассказы, открытия, это всё было, я думаю, в большом степени из-за театра. Да, потому что тебе доверяли, тебе доверяли они, и ты видела их настоящих. Да, и они видели, что я серьёзно с этим театром, что это не такой просто тройский конёк, что что-то... Заехать. Заехать и выехать снова. Ну, да, они, ну, видели, что это действительно серьёзная вещь, что это... И актёры отдались в этом, и был этот спектакль, и всё такое. Ну, да, но спектакль, это был просто праздник, я так понимаю. Но я сидела в зале и слышала, как реагировали женщины, заключённые сзади, как они обсуждали поведение героев, и это, конечно, удивительные впечатления были, когда они говорят, подлец какой, может, что-нибудь такое, да, и уходи от него. Прям такая положивая реакция. Ну, такая тишина тоже была, я удивилась, что, ну, всё-таки Чехов, это они... Нет, они честно слушали, но иногда их прорывало. Вот прям было видно, что они неравнодушны к тому, что происходит на сцене абсолютно. Ну, да, одним словом, очень хорошая аудитория была. Да, а я хотела сказать, а как руководство тюрьмы к этому, ко всему относилось? Тоже, наверное, сначала было трудно, а потом было какое-то доверие? Ну, да, вначале было очень трудно. Ну, да, но добиваться, вот, попасть в тюрьму, в моём случае, было очень трудно. И когда уже даже попали, были какие-то договоры и так далее, тогда там начался небольшой бунт, потому что, ну, многие женщины не хотели, что мы там находимся, и начали жаловаться. Не хотели, чтобы попадать в кадр, да? Ну, даже никто, даже в такие, которых не пробовали попасть в кадр, но вот такая-то ситуация, что мы там, вот это... Ну, да, надо было очень... Да, на неделю нас выбросили, потом мы опять попали обратно, потом старались быть очень точными, точными, и никому не снять кого-то, который не хочет, и не дай бог вот это всё. Это было... Действительно было ощущение, что мы сами, в каком-то мере, тоже, ну, под такой... Часть этого распорядка, да? Да, 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 да. Ну, там был тоже, ну, что называется, узраукс, да? Подзиратель, который ходил с нами, чтобы куда мы ходим, что мы снимаем. Чтобы не нарушать личное пространство. Ну, я это всё понимаю, и я... Главное, что я хотела сказать, действительно, благодарность всё-таки, ну, это... Я с Владимиром Парвал, да? Которые разрешили такое, ну, решились всё-таки, потому что это первый раз, это же никогда такого не было, никогда. Там есть... Ивар Зведр снимал браз с цветом, который закрывается, тюрьма, то есть она уже неактивная, и тогда там нечего, ну, скрывать, то есть здесь же, ну, активные... Здесь живые люди. И при том это вот там все системы, ворота и всё такое, всё такое. Я понимаю, что там риски были, но как-то тоже удалось получить их доверие. Ну да, потому что ты же не можешь из системы безопасности, чтобы в кадр попадала, наверное. А там какая-то творческая свобода, так нельзя говорить, это... Понятно. Потому что у меня был маленький опыт. Я сама лично не принимала участия в этих съёмках, но в 2009 году фестиваль «Территория» был в Перми, был такой выездный у нас фестиваль. И Кирилл Серебренников когда-то познакомился с английским режиссёром, который как раз занимался постановкой спектаклей вот таких вот в тюрьме. Такая реабилитация и показы. И был сделан спектакль в одной из пермских колоний. Снимал телеканал один российский тогда. То есть сейчас вообще себе это всё сложно представить. И был снят фильм об этом, о том, как он работает. Ну, видишь, эта идея всё-таки не новая. Это есть и «Братья Тавьяни», есть и «Братья Тавьяни». Да, да. Как ставят Шекспира в мужской тюрьме. Потрясающе. Но в женской тюрьме, я думала, никогда не было. Но это сложно. Я знаю, что где-то в районе Иркутска есть женщина, которая занимается постановкой спектаклей в женской колонии в России. Прямо она уже давно там этим занимается. Мне об этом говорила Оля Романова. И я когда-то, когда только начинала какие-то свои проекты по международной деятельности, я помню, что мне тогда Валерий Фокин говорил, нам надо найти Антонио Арауджи. Это аргентинский, по-моему, Южная Африка, ой, Южная Америка. Это режиссёр, по-моему, из Аргентины, который тоже уже в начале 2000-х очень много занимался вот таким социальным театром, и в том числе с заключёнными. Да, ну это я тоже осознавала, что многие этим занимаются. Это как-то идея не очень новая, но надо было сделать фильм таким, чтобы у него был свой аромат, свой отличие. Но мне кажется, это очень точно, и то, что они там как сёстры во всём. Это же тюрьма, это как и монастырь, знаешь, в какой-то степени есть перекличка с сёстры в монастыре, и они там. И то, что это три сестры, и то, что это Чехов, и то, что они с ним надо вырваться. Да, это же вера, надежда, любовь тоже для Чехова. Там есть вот эта духовная категория, которую они тоже как-то стремятся, и у них всё время идёт этот мотив, а очищение, через которое они проходят, это тоже был такой аспект. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты со своей первой героиней Заряной ты поддерживала какое-то время длительное? Ну, она была сейчас на премьере. Ты до сих пор селгут-семс, сёстра она была. Да, ну, конечно, мы дружим, да. Она стала частью твоей жизни после этих съёмок? Ну, можно так сказать. Скажи, а эти женщины, какая их судьба сейчас, твои три сестры? Ну, если можно, без анимона, наверное, да. Как ты видела, она уже была на премьере, она уже вышла после 9 лет. Ну, это же прямо в процессе фильма у тебя там это есть, что они отпускают. Да, да, да. Она тогда её отпустили на О-Лайн, это открытую тюрьму. Потом, через пару месяцев она была уже на свободе. А с армией-то у неё, она ещё в тюрьме, и также гейнта, у неё вот срок 20 лет. Вот, значит, сколько осталось ещё, даже не знаю, там, наверное, как-то так, 6, ну, да, 14 лет. Ужасное время много. Ну, да. Ну, переписываемся, она пишет мне письма, иногда надзванивая, потому что у меня есть такой телефон, ну, платит тот, который звонит. У них нет телефона там, нет интернета. Это тоже надо понять. Они живут в совершенно замкнутом своём пространстве. Ну, да, да, это невообразимо, как это можно, потому что это действительно зависишь от людей, которые вокруг тебя, что они про тебя думают, что они о тебя сказали, не дай бог попасть в какие-то чёрные списки внутренние, там такие, ну, я думаю, что интриги — это тоже часть тюрьмы. И то, что делает вот эта Руда Италоса, она с программой Мирьяма, она как-то в субкультуре, которая, ну, действительно так состоит в тюрьме, это часть тюрьмы, такая субкультура, она противоставит культуру. И на тот момент, ну, эти женщины действительно меняются. И я ощущала, что вот это время, которое мы проводили в тюрьме, она была, действительно, они как-то поменялись. Ну, это ты видела, вот, как говоришь, что они сияли, я видела, насколько интересны разговоры, насколько интересуются всем, и как-то... Потом я знаю, что сделала спектакль, монтаж, и понесла, ну, посмотреть им этот полный спектакль. А, ты собрала весь спектакль со съемок, да? Да, у меня есть такой, ну, полноценнейший материал, как спектакль, снятый на двух камерах, ну, с монтажем и все такое. И я понесла посмотреть, и я ощущала, что, ну, все, это пропало уже, нет той атмосферы, которая была в тот момент, когда мы там работали. Тоже это было посреди, опять-таки, после одного блока ковида, когда открылась тюрьма, я пошла туда. То есть долгое время у них не было никаких занятий, не было... Они были совсем замкнуты, да? Только та среда, которая там есть, ну, это сложно, да. Я думаю, что тюрьма не может никого не изменить, если там не происходит вот то, что, ну, так поверхностно называется ресоциализация. Ну, это действительно, ну, очень-очень важно. Если без этого, так, я не знаю, ну, что. В цех просыпание три раза в день эти линии, еда такая, которая повторяется. И главное, что телевизор и вот эти между... И разговоры друг с другом. И разговоры друг с другом, но там люди не открываются друг к другу. Вот в фильме есть, ну, обнимаются, разговаривают. Вот это как-то был феномен фильма. Я не говорила, что давайте рассказывайте друг другу и обнимайтесь, что-то такое не было совсем. Но как-то женщины сами начали более друг к другу открываться. И вот это всё происходило. Ну, я думаю, потому что была эта камера, потому что была вот такая вообще общая атмосфера более открытого. Я говорила про что в фильме, я говорила, что я хочу сделать вот эти рассказы про их семьи, чтобы это будет центр. Не то, что они сделали какие-то преступления и совершили, а центр то, что было перед тюрьмой. То есть как обстоятельства влияют на судьбу? Да, да. Ну, вот как главная, ну, одна из трёх сёстр Гейнта. Она же девушка, в неё семье десять детей, да. Она была одна из старших, она занималась, ну, можно сказать, она шесть лет стала, ну, просто слугой в своём дому, и, ну, там тоже насилие и так далее. И она ничего не видела, кроме этого? Ну, кроме этого, ничего не видела. Потом попала, женилась, в семье её убили, потом она попала, муж, который её бьёт, и... Ну, это, ну, вот такая ситуация. Но она просто другого не знает. Она не знала, нет. Она просто не знала другого. Она сейчас в тюрьме, вот, начинает, она говорит, что я так начинаю читать, я начинаю всё видеть по-другому, я в какое-то время... Это страшный парадокс. Они, конечно, не хочут остаться в тюрьме, но в то же время, вот, для осознания себя, они говорят, что тюрьма — то место, где они первый раз сами с собой... Сами о себе начали думать. Сами о себе начали думать. Начинают думать о себе, да. Потому что всё это время, там, с детства, они были вынуждены думать о других, да? Именно, именно. Да, ну, то, что эти рассказы, я их особенно не... не было такого... мне не очень нравятся такие идеи, что вот придумал, а, да, будет фильм про насилие против женщины, теперь будем... Ну, это тоже нужная вещь, но я думаю, что очень не получается ничего такого спонтанного, интересного, если идёшь именно с этой такой уже задачей. Такой задачи мне не было. У меня задача была Чехов, и вот именно женские судьбы. И оказалось, что их объединяет вот это насилие в семье, и это куда ни повернёшься, там, каждый начинает что-то такое рассказывать. Вот это Диана, ну, да, имени нету, но вначале это женщина, которая говорит про убитого в отцах, ну, который был просто зверем, и так просто начинает Гинта рассказывать, и оттуда такое выходит. Да, и шок от того, что это рядом. Это рядом, да. Вот мы живём сейчас, и шок от того, что вот это вот происходит рядом. Да, они же, ну, красивые, ну, такие, как бы, нормальные, мы могли бы каждый день таких женщин встретить. И никогда бы не могли думать, что... Мне на лице написано, вот, там, да, там такая семья, там такие обстоятельства, нет. Я как раз думала тоже ещё о том, что три сестры чеховские, это такой небольшой женский мир, и мир вот этих вот какого-то непонятного города, который где-то там существует. Вот этот город Илгуцевская, церемония, вот эти тоже кирпичные здания, вот это мне тоже понравилось, поэтому я выбрала Чехов, это как-то провинциальный город. Да, вот этот город и некие военные. Ну, да, это тоже там было. Ну, как бы вот это вот, мне кажется, то, что всё вот это так совпало, ну, в правильном смысле совпало, и не случайно, наверное, совпало. Нет, ну, я осознала, когда я брала Чехово, я вот именно подумала, что это провинциальный город, вот это здесь тоже такой провинциальный город, там военные вокруг, здесь тоже военные вокруг. Я хотела, конечно, побольше ещё работающих там, ну, как бы в фильме, но это, ну, всё-таки не каждый согласился, и это немножко, ну, всё равно, это есть же, можно же, вот то, что униформы вокруг, это же можно почувствовать. Да, и я хотела у тебя спросить, фильм у тебя длится час? Только час. Час только, да, час. Ощущение, что больше, да. Ощущение, что больше, да. Фильм идёт час, а сколько ты сняла материала, с каким объёмом материала ты работала? Ну, спектакль у тебя точно шёл часа-полтора, мне кажется. Ну, да, Нойка, мы же всё время снимали, из-за того, что мы снимали эти репетиции, потом, чтобы тоже от этого брать, это было много, но я думаю, что вот эти только разговоры с ним были 8 часов, потому что я делала транскрипции, да, потом театры, ну, там был тоже где-то, где-то есть, ну, я думаю, 40-50 часов обязательно. Материалы, с которыми ты потом работала и выбирала, и вот всё это монтировала, да. Ну, у тебя огромная работа, и я очень желаю этому фильму, чтобы у него была жизнь, потому что мне кажется, что это же не только про Ильгу Цэмс и не только про этих трёх женщин, это же про многих, очень про многих людей. И я, ты знаешь, я смотрела это уже и думала, что те, которые рядом, вот те, кто надзиратели, всё, это же тоже какие-то люди, которые постоянно находятся в этих условиях. Да, это тоже интересно. Нет, я не буду возвращаться в тюрьму, но я думаю, что кто-то должен сделать фильм про надзирателей в тюрьме. Про тех, кто охраняет. Которые там, ну, каждый день работают, и их судьбы, как вот это повлияет на их судьбы, на их, как на людей. Ну, да, я тоже там повстречала много интересных женщин, именно надзирателей, и да, это такой особый мир, да. И, ну, да, но там много человечности тоже есть в этом, и это то, что меня привлекло, потому что такая крайняя ситуация, ну, которая обнажает вот именно такие человеческие качества самые, то, что, ну, на быту здесь мы как-то не ощущаем, а там всё обнажается и становится видным, то это стремление к любви, нехватка любви, и эти, это же женщины, они же, ну, они все тоже то, что, они все хотят, вот, чтобы их любили, и это настолько, что меня не то, что удивило, но как-то мы можем полагать, ну, женская тюрьма, значит, одни женщины, значит, ты как-то будешь одеть брюки, тренировку и сидеть там. Но женщины стараются быть красивыми и остаться женщинами, и кому-то понравится даже, это не было для меня, я, это 4 августа, когда я первый день начала снимать, это был спонтанный такой день, когда я туда попала, и Гейн-то была, ну, просто у неё был этот день рождения, и там есть такое, что она на скамейке сидит, такая зелёная, как вся какая-то краска, как пенюар и такой. А это просто она нарядилась. Она нарядилась, и они так вот, она так каждый день меняет и красится, и старается. Да, я заметила, что они очень, интересно, что практически у всех женщин что-то с волосами. Ну, это волосы, единственное, что ты можешь менять, там как-то, да, они друг друга красят, и есть же эти косички, косички там очень часто делают, это какие-то тоже такое между, да, это нельзя не заметить. Ну, я вот, я видела другие фильмы про женскую тюрьму, белорусский фильм такой, тоже очень хороший, и там, конечно, как-то что-то было более такое, ну, суровый, да. Да. В нашем, в нашей тюрьме много женщин такие. Да, 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 я хотела сказать. Не, ну, есть, конечно, здесь и такие женщины-зэки, ну, которые там... Жёсткие. Жёсткие. Ну, тоже, там было пара кадров, в которых это тоже я показывала, можно было видеть, но так много встречают женщин, которые действительно, ну, не знаю, и вот как-то кажется, что попали в тюрьму из-за своего такого большого стремления к любви, такого, не знаю, с... С закрытыми глазами. Да. Что-то такое, что-то такое. Я хотела тебя вот ещё спросить, чтобы мы уже под конец разговора, на что ты играешь сейчас в Ново-Варижском театре, чтобы на тебя могли пойти посмотреть наши слушатели? Какие спектакли вот в ближайшее время твои будут с твоим участием? Ну, есть мужчины, женщины, режиссур Ауэс Херман, есть такой спектакль, такая современная комедия про... Про гендер, да. Да, про гендер. Что есть, вышел только что, опять-таки комедия, я в комедиях, я в драме, мне сама дело, я играю. Да, и в комедиях, а, значит, 10 поводов посетить скаутцы, опять-таки комедии, можно отключиться на 3 часа от войны, так люди говорят. И, ну, ой, теперь... Подожди, подожди, это же много, мне как-то 5 спектаклей. У тебя 5 спектаклей. Ну, тогда мы, скажем так, заходите на сайт Нового Рижского театра, ищите актрису Элиту Кляменю, смотрите, где она играет, идите на спектакли, потому что режиссура режиссура, но всё-таки это важно, что ты актриса, и ты... Я очень рада, что ты получила тогда премию с Пальменю на акции за свою роль в спектакле. Роль женщины, которая всю жизнь поддерживала Смельгиса, и делала вместе с ним театр, и, знаешь, как иногда думаешь, а кто сильнее повлиял вообще на самом деле, мужчина или женщина в этой ситуации? Как много она вложила тогда в это создание того театра, о котором он мечтал, и который он делал. Твоя героиня ведь отдала этому всю жизнь. Палецит Эртнера, да. Есть такие... Ну, да, она меня очень просто ощущала вот её... Самодерженность такой, да? Да, ну, надо самим женщинам делать пьесы из фильмов про женщин. Никто другой не будет этого делать, и так... Ну, а как? Мужчины же это не могут, но они не понимают. Ну, у них другие игрушки. У них, к сожалению, часто бывают другие игрушки, да, которые не гуманны. Элита, спасибо большое. Мы будем сейчас уже в эфире слушать песню, которая связана со спектаклем. И я очень тебе желаю, чтобы этот фильм показали как можно больше по всём мире, чтобы люди увидели твой взгляд, твой взгляд на женские судьбы. Мне это очень... Мне очень понравился и первый твой фильм, который об этом тоже... Немножко о другой женщине, но тоже об этом. Как женщина растёт и меняется, и как она в этих предлагаемых ей обстоятельствах пытается, в общем, вырваться или сохраниться, или наоборот куда-то двинуться дальше. И фильм «Сёстры Ильгюциям» смотрите в кино, ловите. Это будет в новом рижском театре осенью. И будет у тебя осенью, да, специальный показ. А потом ещё и в платформах ТЭТ и ЛМТ тоже можно... Специальный показ будет. Не только специальный показ, а как репертуарная... Я имею в виду в театре. Как репертуарная часть, репертуарная. Вот какой фокус будет. Ну, хорошо. Да, такой фокус. Удачи тебе, пожалуйста, с этим фильмом. Идите и смотрите. Это правда стоит того. Это очень хорошее кино. Спасибо. И до встречи в театре. Спасибо тебе. Продолжение следует...